всем привет меня зовут катя и сегодня мы поговорим обо всем на свете я одета как серая мышь сегодня кстати про мышей у нас дома завелись мыши и это очень удивительно честно мне вот больше страшно чем мило то что у меня дома живет маленькая мышка глазки пугов мы уже поймали одну мышь ну как поймали не руками она клей и это очень грустно поэтому давайте следующий плечик может а на днях мне пришла такая посылка organic beauty ворс или что-то такое давайте вот так как они все таки от меня ожидают что я учета покажу быстренько так расскажу о том что там приходит наверно многим блогерам приходит такая коробка и он не знаю чуть не делать я тоже не знаю что с ней делать давайте я вам покажу что мне там пришло я кстати очень давно хотела попробовать что-либо из этой компании тут мне пришла такая классная коробочка внутри очень красивый крем с на мне немножко жалко пользу мне кажется это больше не уход а именно эстетическое удовольствие тут какие-то блестки тут жемчужи это все очень красиво и действительно будет радовать любую девушку которая будет брать в руки этот флакон я пару раз попробовал но временно отложил потому что мне нужно закончить свои средства и ходит на упаковке написано что это сыватка может использоваться днем и вечером по моему впечатлению ее можно использовать только вечером потому что тональные кремы с нее скатываются и кстати это основной бак всех сывороток для лица но она безумно красивая мне будет ей одно удовольствие пользоваться на также в этой коробке про и для лица розовая вода это очень красивая приятная упаковка стеклянная упаковка такая увесистая с красивым дизайном очень лаконичным минималистичным вы должны быть абсолютно не накрашены потому что она прям таким ливнем на лицо льется здесь дозатор какой-то неудачный там же было тушь для ресниц хаушка волиума мне этот продукт совершенно не понравился потому что я избавлена всеми этими полимерными и парабенными тушами поэтому это тушь для меня вообще где-то там где я попользовалась я посмеялась и отложила но знаете это очень хороший вариант для каких-нибудь монахинь которым не разрешают краситься и не должно быть видно что-то накрашено потому что эта тушь не придает ни объема ни длины она просто закрашивает ресничка не становится толще она не становится длиннее она просто окрашивается в черный цвет с значительным усилием поэтому не знаю стоит ли быть таким любителем органик был был также непонятный набор таблеток маловит горцини не не знаю что с ними делать таблетки жевательные я не знаю давайте я попробую что как она на вкус прямо сейчас это очень сложно разжевать потому что она очень-очень твердая думаете таблетки каким-то похудание что такое сейчас я похудею не узнаете меня в конце видео куча какой-то бумажной травы также был крем для лица который я сразу отложил я поставил его на полку своего мужа думала он не заметит разницы он пришел ко мне с таким белым лицом и сказал кать ты думаешь я вообще не разбираюсь ну и я поняла что с этим кремом вот его наверно придется выкинуть я я вообще не расточительно и даже странно что мне кажется это какой-то диагноз чем же это проявляется во-первых я блогеры у меня целая куча просто всех этих продуктов везде эти коробки стоят пакеты которые мне нужно постоянно обозреть у меня уже пухнет голова от этого даже я это покажу как не говоря уже о том что я должна еще это использовать но тем не менее я настойчиво мажут на себя все то что покупаю то что я даже покупаю удивительно я покупаю даже казалось бы уже все а пора остановиться хватит и того что мне присылают но не иногда просто хочется купить то что ты хочешь а не то что тебя наряду так хочу уже я вообще начала я начала правою бережливость то что я не могу ничего выбрать и даже если продукт не не подошел для лица я буду им мазать пятки если у него будет вот-вот заканчивается срок годности я буду мазать им колени пример вот этот крем от коррес хороший был крем для лица но у него закончился на прошлой неделе срок годности так и давайте я поясню срок годности это не значит что в этот же день у вас этот продукт возьмет и взорвется или он покроется плесенью нет срок годности это тот день до которого производитель гарантирует результат и качество крем я такой человек который ну просто не может взять и выбросить какой-то продукт лицо уже вроде как страшно намазать то что не подошло и там еще что то ну а где-то вы на колени животы может на массу что угодно Labour такая особенность приймите это о ещё у меня есть такая особня Arganda мне очень скучно жить есть спать и я придумываю себеочки 2 новые способы для того чтобы мне не казалось это все таким скучным потому что и кажется это все руси мне кажется это все неинтересно иногда я придумаю себе например день какого нибудь цвета и например я на шу желтая я отгем исключительно . помидоры и рецice куруза Какие-то желтые ягоды, типа черешни, земляники, там, малина. И мне тогда как-то вот так вот и веселее, вроде как у меня есть цель. Кто-нибудь так еще делает? Или красный день, он значительно проще, белый день. Я не знаю, с чем это связано. Просто, может быть, кому-то интересно было это узнать. А что еще я хотела сказать? А, кстати, хотела же вам сказать про свой домашний уют. У меня было несколько стен таких дома, пустых, и я решила их украсить. Я накупила в икее раму, очень долго созревала, чтобы туда поместить. Думала, думала, думала. И придумала, что, например, в комнате Платона была большая-большая пустая стена. Прежде чем вешать все эти рамки на стену, я, естественно, продумала композицию. Продумала, где какая будет висеть. У меня получились кое-какие места пустыми, туда никакая рамка не влазила. И я придумала, что там будет, например, надпись Платон. В другом месте мне нужна была рамка какая-то, не знаю, уравновешивающая всю эту композицию. С птицами я придумала, что это будут две птички. Что-то такое романтичное, все-таки детская комната. Есть такой сайт ярмарка мастеров, я там нашла. Мне они сделали все очень быстро. Моя композиция была готова. Потом разметила на стене, повесила. Пошла в типографию, распечатала фотографии. И получилась такая живая, интересная стена каких-то воспоминаний. Ребенок проходит мимо. Каждый раз у него перед глазами какие-то воспоминания, семья. И мне кажется, это очень хорошо. Знаете, на кухне у меня немного такая птичья тема. Я вообще люблю птичек. Я решила в нее больше углубиться. На стол я поставила рамку с анатомическими деталями птицы. Мне не кажется это чем-то таким... Тем более, это не в цвете, все-таки это гравюра. Птицы ведь это не только сами птицы и их перья. А птицы это тоже яйца. На обеденной зоне у меня висит целое панно из яиц, больших и маленьких. Всех яиц, которые бывают. Чтобы поддержать композиционно в комнате вот эту вот анатомическую тему, я добавила также разрез яйца в стадии развития птенца. Мне кажется, любую тему можно взять. Например, спальня. Можно всю стену увесить совами, какими-то гравюрами сов. Мне кажется, это будет очень здорово смотреться и как-то в тему. Чтобы видео было нелинным, думаю, пора заканчивать. Также было бы здорово узнать, какой по-вашему цвет помады мне идет больше. В целом, конечно, я рада, что я блогер, что у меня есть такая возможность что-то там пробовать. Мне постоянно присылают подарки. Конечно, это приятно. Но в любом случае есть какие-то обязательства у меня. И меня иногда это очень-очень сильно тяготит. Например, утром я сегодня проснулась, а у меня глаз воспалился, как будто у меня там ячмень появляется. Потому что у меня подписан договор на то, чтобы снять макияж. Я, естественно, сразу побежала в аптеку, купила какую-то там, не знаю, какие-то капли мне фармацевт посоветовала. Я прокапала, у меня к вечеру уже почти прошло. Конечно, после видео я сейчас быстрее пойду смывать косметику. Ходят слухи, что через несколько лет YouTube закроется. И нужно понимать, что все, что происходит сейчас, это не навсегда. И нужно развиваться и в других направлениях тоже. У меня нет таких иллюзий по поводу того, что я там такой блогер, и у меня такая вот жизнь. Потому что в нашей стране это может все быстро очень оборваться и закончиться. Я надеюсь, что этого не случится. Но есть примеры крупных стран, в которых действительно произошел какой-то резкий переворот. Например, в Китае. Я думаю, мы совсем-совсем скоро увидимся. Меняю помаду. Не знаю, зачем. Ну, хочу вас как-то развеселить. А то лежат. Заодно посмотрю, какая мне больше идет. Тупо еще на меня обиделась. Мне кажется, осенью у всех какой-то такой сложный период.